На протяжении веков злаки являются, если не основой, то важной составляющей рациона человека. Блюда из зерновых есть в каждой национальной кухне, а в век глобализации и высоких технологий мы открываем для себя новые виды злаковых и новые рецепты с их участием. О питательных свойствах этих растительных продуктах, особенностях производства и приготовления рассказывают специалист по питанию, эндокринолог клиники «Источник» Лариса Скакун, директор по качеству компании МАКФА Надежда Килунова и шеф-повар кулинарной студии «Рататуй» Алексей Шанцевой. Вообще крупы относятся к углеводам, это медленные углеводы. Наверное, сейчас уже всем известно, что есть быстрые углеводы и медленные углеводы. Все крупы относятся у нас к медленным углеводам, то есть это углеводы, которые являются полезными. Медленный, сложный углевод, он кроме энергии несет еще массу полезного. В крупах, как и в сложных углеводах, очень много микроэлементов и витаминов, которые усваиваются организмом. В следующий момент, цельное зерно заключено в оболочку, которая является клетчаткой, и тем самым обогащает наш организм еще и клетчаткой, в которой у нас кишечник так сильно нуждается. То есть это не только источник энергии, это еще и кладезь огромного количества полезных микроэлементов, веществ, клетчатки и полезного растительного белка. Крупы имеют низкий гликемический индекс на уровне 40-50 единиц. И таким образом происходит медленное насыщение организма, и они правильно у нас в организме распределяются, не облагая лишних жиров. Как мы выяснили, больше всего белка и клетчатки содержатся в цельнозерновых слаках. Сверхзадача производителей заключается в том, чтобы продукт был вкусным, удобным в приготовлении и сохранял максимум полезных свойств. Большая часть сырья выращивается в Алтайском крае. Этот край славится тем, что он очень экологичен, дает хорошее урожае, хорошее качество гречихи, овса, ржи, ячменя и так далее. Производственный процесс изготовления круп достаточно сложный и многоэтапный. Когда мы у овса убрали оболочку, полировали зерно, прошлифовали его, мы получили овсяную крупу нерезаную. Цельные овсяные зерна далее идут на изготовление хлопья. И вот хлопья как раз варятся по-разному. Почему? Потому что они имеют, во-первых, разную толщину, во-вторых, они имеют разные режимы подготовки гидротермической на производстве, то есть воздействия температуры и давления. Это же энергия, углеводы это в первую очередь энергия. Поэтому категорических запретов на употребление крупы в вечернее время, конечно, нет. Но нужно знать, помнить о том, что если вы следите за своим весом, нужно ее потратить. И поэтому нужно не залечь с книжечкой на диван или к телевизору, а нужно все-таки двигаться. Если обывателю приходит в голову приготовить из мультизлаковых хлопьев в основном только кашу, то у шеф-повара в арсенале всегда масса рецептов. Сегодня приготовлено с вами еще одно не менее полезное блюдо. Называется оно смузи-болл. Сейчас достаточно такое модное распространенное блюдо, готовят его много где. И в нашей интерпретации он будет с авокадо, арбузом, сыром фета, вяленой клубничкой и гранолой. Что нам необходимо сделать в первую очередь для этого? Йогурт, либо сметана, натуральный, без вкусов, без ничего. В него добавляем наши злаки. Добавляем, перемешиваем и даем некоторое время постоять, чтобы крупа у нас взяла в себя йогурт и стала мягче. Что необходимо сделать дальше? Сыр, который мы будем использовать, а это именно сыр фета. Нарезаем его на небольшие кубики. Дальше клубничку. Вяленую клубничку порежем немножечко другой нарезкой, но лучше сюда будет использовать свежую ягоду. Дальше арбуз. Убираем все косточки. И нарезаем его кубиком примерно, как сыр. И авокадо. Нарезаем его аккуратными, красивыми, тоненькими слайсами. Вверх у нас готов. Основа у нас тоже уже готова. У нас крупа хорошо разошлась. Осталось только все выложить. Аккуратно выкладываем. Разравниваем, чтобы у нас получилась хорошая площадка для выкладки начинки. Также характерная черта начинка на смузи-бол. Она всегда должна лежать не смешанная, а каждый продукт друг с другом. То есть, чтобы понимать каждый вкус продукта. Поэтому выкладывается всегда она сверху, аккуратненько. И в завершении всего этого добавим немножко нашей гранулы. Ну, вот, собственно. Приятного аппетита. Правильный завтрак – важная составляющая рациона человека. Сочетание хлопьев и сметаны, сыра и ягод наверняка поднимет настроение ранним утром. И уж тем более разнообразит летнее меню.